Продолжение следует... Продолжение следует... В зале «Общество книголюбов Кабардино-Балкарской республики» прошла встреча с журналистом, поэтом, заслуженным работником культуры Кабардино-Балкарии Светланой Матайкой. В начале встречи организаторы мероприятия библиотеки поселка Хасанья рассказали о ее творчестве. Вот уже на протяжении всего лета наша Нальчикская централизованная библиотечная система проводит мероприятия на Нальчикском Арбате. Мы знакомим жителей нашей республики и всех желающих, кто мимо проходит зрителей, с творчеством писателей и поэтов. Сегодня мы познакомим вас с творчеством писателя, журналиста, заслуженного работника культуры КБР Светланы Мустафаевны Моттаевой. Светлана Мустафаевна Моттаева. Поэт, переводчик, журналист, критик, автор восьми сборников поэзии и прозы. Окончила Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности русский, балкарский языки и литература. Высшие курсы главных редакторов при Институте радиовещания и телевидения в Москве. Заслуженный работник культуры КБР. Член Союза журналистов и Союза писателей Российской Федерации. Член Президиума правления Союза журналистов КБР. Награждена памятным знаком 300 лет российской прессе. Участник 6-го Съезда Союза журналистов ССС 1977 года. В 1965-1965 годах работала в редакции художественных программ КБКБ СССР. Долгое время возглавляла редакцию балкарской литературы издательства Эльбрус. В настоящее время корреспондент газеты «Кабардино-Балкарская правда». Член редколлегии журнала «Литературная Кабардино-Балкария». В ее стихах видны приметы времени. Она не остраняет от всего, что происходит в жизни ее страны. Судьбы которой и тяжелые события не могут не волновать. «Пять алмазов, пять ущельей, горы мои старые, стражи многих поколений, имя вам Балкария». Слова о любви к родине, к своей земле, к людям труда, обо духовном богатстве обретают в стихах Мартаевой новое звучание. Особую значительность и глубину. В них она выражает собственное понимание и смысл бытия, и назначение человека и сущностей жизненных явлений. Поэтический голос Светланы Мустафаевны с годами становится все более полнозвучным, подкрепленным опытом жизни. В стихах наиболее характерных для творчества Мартаевой не только тревога за судьбы отдельных людей, своих современников, простых тружеников, но и любовь к своему народу, о котором поэты сопишут с любовью и гордостью. Несмотря на жесткое звучание стихов Мартаевой, в них в первую очередь чувствуется лирическое начало. Ей удается художественными средствами передавать свои чувства. О любви Мартаева пишет без спощадости, без женских вдохов, где поэтесса находит нестандартные сравнение. Она говорит о непостижимости любви, которую нельзя предавать, и понимает, что любовь не только несет счастье, но и сопряжена с болью разлук. Интересна по глубине интонационно-выразительно философская, любовная, пейзажная лирика Мартаевой. Она мастер лирических зарисовок. Четкость композиции, лаконизм, образное мышление придают стихам Мартаевой стройность и яркую выразительность, а искренность интонации – особую поэтичность. Только поэт так мог сказать о грозе. Трава застенчива весной, и громогласны небеса. Гремит, летит над головой, лезгинка и майская гроза. Тематика поэзии Маттаевой – самая разнообразная. Об этом говорит даже небольшой перечень ее стихов о земле отцов, братстве людей, трагических годах изгнания балкарского народа. Заметное произведение поэма «Правота матери» или «Сентиментальная поэма». Она посвящена, по словам поэтессы, миру людей и матерям, средоточию земных щедрот и страданий, ее великой любви к детям. Маттаева – поэт разносторонний, разноплановый, вторгающийся в различные сферы жизни, зорко подмечая все, что может стать поэзией. Книги ее – неотъемлемая часть не только балкарской литературы, но и культуры в целом. Юные читатели поселковой библиотеки Хасанья с большой теплотой прочли стихи Светланы Маттаевой. Я, воздававшая богам за счастье быть всегда собой, теперь едва ли им воздам за эпатажный облик мой, за этот нечестивый вид и за надменное чело, за то, что носом знаменит мой предок был всему назло, за то, что жил он вопреки и по понятиям иным на берегах шальной реки в ауле с именем Кюнь-Нюм. Я, воздававшая богам за счастье быть всегда собой, теперь едва ли им воздам за непотребный облик мой. Небесами голубыми Выдаешься ты лесами да горами Узнаешься Ты во снах моих и яви Поселилась Оказала, став отчистной Ты мне милость Ты помедли, бабе, лето Паутиной поколдуй На другом конце планеты Погляди всегда июль А у нас свои резоны Что же так тому и быть Год поделен на сезоны Чтоб не скучно было жить Я слово в степень возведу Оно кунак мой с небосвода И страждущий себе в угоду С ним нынче душу отведу Чтоб не чурай шло оно В мой дом, где ждут его все частно Здесь факел в честь него давно Горит высокий и прекрасный Ликуя царствует душа Вбирая слов заветных звуки И розчерком карандаша Зачеркивает сердца муки Кюз артыны авазы Чегетлені бейледи Алықа жашы жазы Алтын катыш күледі Шош мақамлы таусула Арған часырқаала Чырпылаға кюнаула Дарилерін атала Коянчықла кірпеле Айланала чабышып Жетмей енді кыш чиле Алықауа қабышып Чық ойнай төгеректе Боз болыт көкте үрке Чектен чекке чабады Саби қыс чықла әрке Устремленность Звезда моя, не падай Подзадержись на небе Не дай воскликнуть след Она упала Чужим глазам неужто ты позволишь Последний миг свой подсмотреть Лишаясь враз высокого накала Не верь, душа моя, в предписанность сюжета Пока не ощути шипа в земную твердь Отторгнутого век великим этим светом Не поплывешь золой на перекатах рек Небеса, вы атланты вселенной Вознеслись катаклизмы презрев Вы стоите века вдохновенно А мы чтим вас, как воду и хлеб Что без вас, мироздание, химера Купол неба и звезды, и злак Вы для нас и спасение, и вера Вы бессмертие, и вечности знак Я и горы, горы и я Одного мы роду до племени Одного мироздания и времени Мы семья Плоть от плоти мы близнецы Мы, как камень и камень, товарищи И начало, начало, и концы Радость губ моих не умирающая Ты мне была надеждой и венцом Глаза слепила обликом от Бога Воробушкам, беспечным сорванцом Порхающим, играя у порога Ты мукой, ты безумием была И подвигала, требуя поступка Ты все дала мне и все отняла Лишила и достатка, и рассудка Но указала, как для чести жить И благ земных стыдливо избегая Одну тебя лелеять и любить До крайности любить, не уставая Ах, нелегко тебе вершить полет Крыла твои как будто подустали Но родину свою всегда поймет Тот, чья душа из плоти они стали И космос охраняет твой покой Эльбрус сияет в куполе бездонном Тебя Господь вознес к черте такой Где нет нужды отвешивать поклоны Вся наша жизнь и моя в частности И ваша жизнь связаны с книгой И хотела бы сказать, что даже там В далекой Киргизии, где мы были в депортации Когда у нас не было хлеба Но каким-то счастливым образом оказалось Что у нас была всегда книга Потому что моя мама тоже работала В сфере образования Была инспектором рай-горано Туркестанского, куда мы попали И на хлопковых полях И когда не хватало кадров Были люди на войне Отцы, сыновья Приехали, значит, люди из рай-горано Нашли ее, сказали Нам сказали, что вы грамотный человек И попросили ее Она долгие годы проработала там Короче говоря, всему, что есть во мне Я, конечно, обязана своей маме В первую очередь Во-вторых, своим учителям Которых, значит, там В Средней Азии и в Казахстане Было очень много Это были в основном Политические, ссыльные Это были русские, поляки, греки И у которых мы учились Учили они нас замечательно Привили любовь к языку К литературе К родной речи Писать Ну, я начала Как обычно все дети Любят или рисовать, или писать Я тоже начала рано Несмотря на то, что мы были в депортации Когда умер Сталин Я написала девочке Такое стихотворение Что мне жаль его Природа И там шел страшный ливень Во Фрунзе Все бежали на центральную площадь Плакали И я написала стихотворение Которое послало Фионерскую правду Они, значит, передали Детские стихи О везде народа В Сталине Который, значит, был согласен С депортацией нашего народа И вот там прозвучали мои стихи И в один момент я стала Среди наших балкарцев Где мы жили в пригороде Фрунзе В Ворошиловке Героиней Это было А потом была школа Потом был университет Ну, что я могу сказать Моя биография такая же Как моих сверстников Как людей моего поколения Тех, кто меня всегда поддерживал Подставлял плечо Тех, с которыми я дружила Общалась Слушала их советы Они тоже каким-то образом Прислушивались ко мне Сегодня я продолжаю работать Как сказали Я являюсь редактором Редакции Кабардино-Балкарской правды Несколько лет работала Корреспондентом Ну, теперь вот Такое обстоятельство Пишу о культуре Пишу о людях культуры Пишу о новых книгах И, короче говоря Ну, из-под моего пера Может быть Плохо ли, хорошо ли Но я старалась писать От души О каждом моем герое О каждой книге Которую издавали авторы Вот буквально на днях Значит, вышла моя статья Посвященная Справочнику Синонимов Карачаево-Балкарского языка Которую издал Институт гуманитарных исследований Там проработала Очень большая группа людей Сегодня, значит, вышла моя статья Из серии Балкарская, значит, историческая энциклопедия Точно такая же книга Выходит в этой же серии Адыгская энциклопедия Историческая И сегодня, вот, вышла, значит, моя статья Об одной из книг Которую, значит, сегодня уже Издавали, значит, мои коллеги Бывшие издательства Эльбрус Одно из моих последних стихотворений Посвященное Моему любимому И вашему И нашему Любимому Великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину О, Русь моя Тебя открыл мне Пушкин Ему через века я шлю салам В одни торжеств В одни привычных будем Прислушиваюсь к пушкинским словам К нему не заросла Народная тропа С Россией вовек он обручен Александрийского превыше он столпа В зенит самим Эльбрусом вознесен Любовь Кавказа Горцами воспеты На всех кавказских сущих языках Его возносят гор седых поэты Им вторит эхо чуткое в горах Ах, Пушкин, Пушкин Мой кудрявый гений Пленил нас экзотической красой Мелодии своих стихотворений Великороса пылкою душой О, Русь, тебя за Пушкина спасибо За чудный дар Что так возвысил нас За красоту души И слово силу Ему так благодарен мой Кавказ Ну вот и осень наступает Жара сломалась На исходе лета Короче дни и холодней роса Игрив сентябрь Как солист балета Шудак смеется Глядя в небеса Но тих ручей Загадочно невнятен Стыдливо гонит Свои струи вдаль Лес примиряя Новенькое платье К ней подобрав Оранжевую шаль Жара сломалась Дни пошли на убыль Там за горами Спит пока январь Вот-вот сентябрь С золоченым блюдом Рассыплет щедро По земле янтарь Я спустилась С высот на равнину Здесь стрекозы летают В цветах Здесь пылят Одуванчики и неем Разоздела земля Ох и прах В этом мире Ином Заземленном В безмятежной Сумятице трав Я душой отдохну У смиренной Укротившей Мятежный Свой нрав Но не он ли Сквозь терни К звездам Вел меня Призывал Подбегал Не страшась Под суровыми грозами Подниматься На свой перевал Диктовал он Такое бывает Чтобы я Сотворила Из слов Свою песню Что дух пробуждает Возвращая Из розовых снов Чтобы не Подаваляя Искоса И терпя боль Из раненых стоп Вновь Карабкаться Каменным руслом Снова вверх Где черега Исток Думаю Недосказанного Много еще Останется На долгие годы Когда речь идет О такой Значимой Художественной Личности В Балкарской Карачаево-Балкарской И не только В Карачаево-Балкарской Литературе Света Мы так Подружески говорим Поэт-новатор Это, пожалуй, главное Она Мастер Философской Лирики Мастер Пейзажной Лирики Мастер Конечно Любовной Лирики Во всех Вот этих Сферах Которые Составляют Художественный Мир Она Я имею ввиду В данном случае Поэзию Значимая Значительная Личность Кроме того Света Публицист Блестящий Публицист Критик Самый тяжелый Участок Литературной Длительности Вообще Ее место В Карачаево-Балкарской Литературе Будет Вполне Обозначено Хотя И сегодня О ней Много Очень хорошего Сказано И известно Когда Будет Написана Книга О Балкарской Литературной Классике Такая книга 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 Недавно Написал Наш Выдающийся Критик Сидит Здесь Юрий Тругозитов Вот тогда Ее место В литературе Четко Будет Обозначено Хотя Я сейчас Повторяю И сегодня Она очень Значительная Не вызывающая Никакого Сомнения Явления В литературе Мне Очень Например Близок Ее Философский Взгляд Давайте Несколькими Такими Штрихами Коснемся Основных Моментов Ее Творческой Деятельности И человеческой Жизни Мгновения На световые Годы Перемножат Но это Еще не Все Далее Самое Интересное Люди Раздвинут Вселенной Пределы Это Существует Теория Расширяющаяся Вселенной Автор Фридман Вот Трудно Сказать Знакома Ей Вот эта Теория Расширяющаяся Вселенной Или нет Но В данном Случа То что Она Схватила Это Удивительно Любовная Лирика Буквально Две Строчки Кто Как я Влюбленный Не был Не поверит В ад И рай Лучшего Никто Никогда Не скажет Кто Был Влюблен Или Влюблена Только Они знают Что такое Ад И что Такое Рай Другим Они Недоступны Они просто В холостую Уносятся По земле Еще За Отчие Пределы За Малый Край И всю Страну Веду Отчаянно И смело Свою Неженскую Войну Плачу За право Быть собой За право Быть собой Покоем Счастьем Настроением По улицам В поисках Славы Не считаются Строки Мои Чудно В двух словах Попробую Приблизиться К ее Вот Неповторимой Поэтической Индивидуальности Это Непоэтический Перевод Который Всегда Почти Всегда Лучше Оригинала Это Стихотворение Написано На русском Языке И если Продолжить Мысль Автора Тамги То я Желаю Светлане Мустафаевне Как я считаю Самое главное Пусть Пусть Ваша Поэзия Отзывается В душах Новых И новых Поколений А сегодняшний день Это Убедительно Показал Нам импонирует И другая Ипостасть Творчества Светы Можно Я тоже Так Скажу Это Конечно Очень трудная Работа В газете Особенно Нам нравится Ее Юбилейные Статьи Здесь были Корифеи А я все-таки Не литературовед Но Мне со Светой Довольно много Приходится Общаться Когда мы Ездим с ней К самодеятельным Поэтам Между прочим Или на какие-то Культурные Мероприятия Я здесь Хочу сказать Здесь очень важно В сегодняшнем мире Разодранным Недоверием Ожесточением Вот То о чем Здесь говорили И национальным В том числе У Светы Находится Доброе слово Для каждого Человека Самодеятельного Поэта Который Свои эмоции Выражает Потому что Он не может Жить иначе Он хочет Реагировать На этот мир И на себя В этом мире И он выражает Это через слово И это слово Может быть Не всегда удачное Это слово Может быть Не всегда Литературно Красивое Но оно Очень тесно Привязано К личности Того человека Который Стихи эти Создает Вот понимаете У Светы Редкостное качество Сколько раз Я ее слушала Хоть на равнине Входит в горах Одинаково Всегда Она находит Очень какую-то Деликатную Тонкую интонацию Чтобы выделить В поэзии В творчестве Любого Заслушиваемого Нами Гражданина Поэта Она находит Нужную Интонацию Правильную Чтобы человека Поддержать Чтобы сказать ему Не бросай Продолжай работать Потому что Это очень важно Чем больше людей Которые будут В сегодняшнем мире Говорить о добре А вы обратили внимание У нее там есть Она хотела В стихах своих Унавесить добро и зло И тогда бы она успокоилась Но сегодня же Это очень трудно И чем больше люди Будут самостоятельно творить Чем больше они будут выражать Своё искреннее отношение К жизни И к тому Что происходит Тем важнее То, что Света Умеет их поддержать Причем Это же И слушающему И мне Сидящему Говорит о сне Видно Что она делает Это искренне Вот я бы хотела Подчеркнуть Это редкостное качество И я убеждена Что это проистекает Из очень серьезной Подготовки Светы Она говорила Об учителях В прямом смысле слова Которые учили ее языку Но так как Света знает Классическую литературу Не только русскую Но и мировую Может позавидовать Любой человек Потому что Я многократно слышала В наших поездках Как она читает стихи Понимаете Не свои Она во машине Она всегда читает Стихи других поэтов Причем она чувствует Это тонко Там Вот Что именно Каждому из нас Хотелось бы В эту минуту услышать И больше всего Меня поразило Светлана Устафаевна Выдав вашу тайну Вы знаете Она замечательно Поет романсы Более того Да Я имела счастье Это слышать Правда В ней пропал Талант И другой тоже Потому что Наверное На самом деле Правда Что талантливые люди Талантливы во всем Она все это тонко чувствует О Светлане Матаевой Человеке Всестороннего Творческого дарования Говорили Многие Кто пришел Послушать ее Говорили о том Что привлекает В ее поэзии Публицистике Статьях Героями которых Являются Общественные деятели Литераторы Артисты И многие интересные люди Мы со Светланой знакомы Давно Еще с того С того времени Когда я молодой журналист Пришла работать На телестудию Вот И вот там вот Вот с тех пор У меня остался Вот в памяти Такой ее образ Когда она Вела эти Наши передачи В то время Это были Восьмидесятые годы На телевидении Очень редко были Передачи в записи Всегда шли В прямом эфире Вживую Вот Это конечно было Очень непросто вести Но она всегда Свои передачи Вела С таким чувством Так интересно Вот С таким обаянием Что Всегда Ее слушали И я когда пришла Мы сидели в одном кабинете Я многому у нее научилась Много переняла И с тех пор Мы дружим Когда Я пришла работать на радио Она ушла В издательство Вот Наша такая Такое содружество Творческое Продолжалось И она очень часто Выступала Так же и в прямом эфире На радио России На радио Маяк Ее очень хорошо Знала вся наша аудитория Большая страна Так как радио Тогда было всесоюзное Одно Вот Она читала свои стихи Сама Очень проникновенно Очень интересно И я Вот Как редактор Потом получала Очень много писем Из разных уголков страны Вот С просьбой Повторить Вот ее передачи Ее выступления Раз в два месяца У нас большая передача О Нальчике Выходила на всесоюзном радио Вот Это давало Конечно нам Большую возможность Вот Пропагандировать И наш прекрасный край И наших Замечательных людей Вот И я очень Рада Что Вот Светлана Мустафаевна Она В общем Как-то Олицетворяла Нашу республику Вот с такой Стороны Ты боялся Старости И что же В этом Бог тебя Не огорчил Разве Лучше Умереть В молодости Чем дожить Старость Тоже Кратковременный Миг Ее бояться Не надо Она не вечная Не вечный Дар Она так же Быстро Проходит Как молодость Так что Надо приветствовать Если человек Смог Прожить На этой земле До старости Это уже Подвиг Зачем Подвига бояться Мне это Непонятно О родине Вообще Чель бабочки Когда она Наваливается На родину Это Ее тревожит Волнует Бесконечно Казалось бы Малость Но Таково Сердце Поэта У родины Просит Прощения Я готова За каждый Сон Дурной Приснившийся О ней Вот У Есенина Есть Строки Но Более Всего Любовь К родному Краю Меня Томила Мучила И Жгла Я бы Предпочел Светлану По-честному Говоря Конечно Ясенин Это Поэтическое Сердце России Тут Двух Слов Не может Быть Но Вот То Что Она По-своему Эту Очень Тему Трогательную Проблемную Вот Так По-своему Решает Просто Убедительно Это Удивительно Камбардинские Писатели Общественные Деятели Политические Деятели О них Лучше Чем Света Никто Из нас Отечественников Не пишет Это Уникальное Дарование Для нее Нет Национальных Перевороток Гнилых Таких Некудышных Жалких Несчастных Значит Я Болкарец Я Кабардинец Я Русский И так далее И тому подобное Не должно быть Таких делений На высоком уровне Человек Он есть Человек Божий Дар Самые Яркие Страницы Кабардино-Болгарской Правды Значит В смысле Публицистики Значит Я Думаю Преувлечение Будет Если скажу Выходит Из опера Светланы Мустафаевны Она Редактор Я с ней Вместе Работал В издательстве Эльбрус Несколько лет В курсе Дела Редактировала Она Всех Начиная С Кулиева Издавала Книги Вот В этой Художественной Болгарской Пирамиды Частичной Карачаевской Значит Столько Сколько Она Сделала В смысле Редактирования Текстов Зачастую Сырых Текстов Такой Чести Никто Не может Себе Никто Не может Похвалиться Вот такой Честью Это Тяжелый Труд Часто Неблагодарный Труд Но Это Труд Который Делает Литературу Народа Вот Много Лет Где-то Около Двадцати Примерно Работала Она Заведующей Редакцией Болгарской Художественной Литературы Это Неоцененный Труд Только Редакторы Могут Знать Что Это Такое Она И Переводчик Как Было Сказано Переводческая Деятельность Самая Тяжкая Вообще В Литературе Особенно В поэзии Вам Повезло Значит Читателям Балкарским Что у вас Есть Такой Поэт Биллинг Вот Когда Есть У поэта Переводчик Никогда Не узнаешь Где Больше Автор Или Переводчик Настолько Это Сложно Все Передавать Тем более С подсрочника Это Человек Значит Иного Языка Не понимая Душу Народа То Чем Он Живет Его Психику Психологии Мировосприятие Никогда Не сможет Передать То Что Хочется Поэту На том Языке Он Может Сказать Лучше Это Тоже Плохо Потому Что Несоответственно Оригиналу Он Может Сказать Хуже Это Еще Хуже Потому Что Недомыслие Очевидно Вот В этом Плане То Что Она Пишет Почему Мне Особенно Я Привязан К ней Вот Так Художественно К Свету Потому Что Она То Что Пишет На родном Языке Я Знаю Что Это Ее Конечно Как И Всякий Поэт Как И Всякий Вообще Это Человек Есть У У У Каждого Мечта О Чем Мечтает Света Последние Две Строчки Чтобы Из Мира Прекрасного Этого Мне Не С Пустыми Руками Уйти Я Считаю Что Ей Этой Музе Матаевой Суждено Остаться Она Как Названо Одним Из Знатоков Поэзии Останется Кастальским Ключом Карачаево-Балкарской Лирики И Лириков В душе Давай Задеем Горский Ужин Пусть Диетологи Простят Нам Их Совет Сейчас Не Нужен Они Давно И Мирно Спят Чтоб На Столе Буза И Мясо Айран Хичины И Тузлук Двух Душ Сердец Двоих Согласия Их В унисон Горячий Стук Вспомянем Прощуров Застолья Привстав На Ночи Стременах Промчимся Временем Безмолвье Зачем Да В общем Просто Так Давай Затеем Горский Ужин Он Ближе К полночи Бывал Хотя Бы Этим Мы Послужим Привычкам Нерушимых Скал Светлана Мустафаевна Очень много Делает Для Поэзии Для Творчества И молодым Помогает И журналистам И поэтам И юным Всегда Во всех мероприятиях Нашего фонда Участвует И я знаю Что она Очень много Написала Про Алише Генцукова И переводы Да Медаль Алише Генцукова Есть Поэтому Я хочу Поблагодарить Всех Кто здесь Участвует Всех Любителей Поэзии И пожелать Светлана Мустафаевна Долгих Лет Творческой Такой Жизни Необычайно Счастливо Что такая Возможность Мне предоставилась Сегодня Выразить Свои Глубочайшее Свое Уважение Светочке Можно так Светочка Вас называть Светлана Матаева Я Вот Хочу сказать Что Необычайно Талантливая Поэтесса Необычайно Талантливый Журналист Человек Который Ну Ни одно Мероприятие В городе Не пропускает Он всегда Вот Света Всегда С нами Света Всегда Поддерживает Света Всегда Поддерживает Добрым Советом Всегда Можно Обратиться С любым Вопросом И она Всегда Даст Исчерпывающий Ответ На любую Тему И мне Хочется Еще Обратить Внимание Присутствующих На то Что Светлана Является Заместителем Председателя Общественного Совета При управлении Культуры То есть Это человек Который Очень многому У которого Мы учимся И Ну просто Я не знаю Есть ли у нас В городе Человек Который Не знает Свету И который Не относится С огромнейшим Уважением К ее творчеству И к этой женщине Как к личности Я думаю Что мы еще Часто будем Наслаждаться Вашей поэзией Вашими Текстами Которые мы Имеем счастье Читать В газете И вот Ваш почерк Он абсолютно Уникальный И узнаваемый Под каким бы Псевдонимом Вы не подписывались Всегда Чувствуется Что это Света Это вот Ее светлая душа Это ее Светлая личность И вот это ее Ну необыкновенное Интеллигентное отношение Ко всем к нам И к тому Что происходит В этом городе Катился Катился гром От неба По увалам Весенний Хлябей Полоскался Ветер На рубежах Времен Природа Бунтовала Как будто Угодив Расставленные Сети И подобрав Подол Летела Кизеловка На бешеном Альюре Вдоль По небу Хаос Иль праздник Был Не ведала Я толком Иль пиршество Природин На потребу Горячечная Дрожь Весны Не унималась Огромный Солнце Зрак Проглядывал С небес Все на земле Задвигалось Смешалось Как будто В душу Ей Вселился Бес Дом этот Белый Этот двор Где гулят Сезари Где орешник Огромен Как небо Петухи От зари До зари Голоса Всех Моих Сновидений Что порой Настигали В ночи Ненаписанных Стихотворений Мне отчаяние В сердце Стучит Их Ушедших И стаявших В небе Затерявшихся В кронах Дерев Воскресить Я не в силах Напевы И так далее Пересеять Не в силах Посев Пурпурная Осень Взметнув Кружева Легко Не спадая Окутает Плечи Закружит Погода Своей Жернова Заставит Услышать Понять Свои речи Суметь Бы Облечь Словеса Этот рай Где Царствует Правда Судьбы И простора Где Чаша Природы Кипя Через Через Край Все Вьется И Вьется Бабиряным Узором Понять Бы Мне Эту Волшебную Вязь Рожденную Неким Незримым Камланем Что Пламен Лесов Нам Являющий Власть Добавил Природе Второе Дыхание Музыка Музыка Осенью 1952 года Моя бабушка По отцу Которую я Не видел Никогда Так случилось Купила Ворованное Зерно Свобод Заг Купили О Mc Музыка Музыка Бод Dazu Музыка Музык Музыка Музыка inversion Сова Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Объявляется приговор. Согласно Уголовному кодексу РСФСР 1926 года, статья 162 «Кража государственного имущества» приговаривается к 5 годам заключения. В январе 1953 года я родился здесь, в Нальчике, в тюрьме. В марте 1953 года умер Стали, летом того же года была амнистия, и маму отпустили, и я, естественно, с ней. Так случилось, что мама не вернулась в семью. Она вернулась домой, к отцу. Это селение Верхняя Башь. Я рос с моим дедом, отцом, матери. В моих документах, как отчество, его имя стоит. И вообще я считаю в своей жизни его одним из самых главных людей в моей жизни, в моей судьбе. Я поступил на историко-филологический факультет КБГУ, на отделение русского языка и литературы. Осенью 1973 года, когда я на четвертом курсе был, появилось объявление, что выпускник ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, училище имени Щепкина, там при Малом театре Валентин Тепляков создает театральную студию. Я это видел, оно висело долго там. Но я туда не пошел, потому что у меня была некая такая боязнь сцены, боязнь вообще публичного какого-то выступления. Прошло какое-то время, я об этом даже уже забыл. И мы как-то с одним моим приятелем ходили по зданию физмата. Вдруг мы что-то услышали громко, что-то то ли считают, то ли как-то декламируют, я не помню точно, что они говорили. И мы поднялись в актовый зал туда, и там вот репетировал Тепляков с теми, кто к нему пришел. И среди них был Аскер Налоев. И он мне говорит, давай, приходи. Потом говорит, да ты не этот, а тут все равно, ребят, нет, мало. Ну, в общем, меня приняли, вот все это пошло. Мы 26 февраля 1974 года у нас была премьера. Первый спектакль назывался «Открытая репетиция». Там были отрывки из Шекспира, Островского. В 80-м году в Нальчик приехал Алексей Васильевич Петренко, народный артист России. С супругой Галины Петровны Кожухов. Она была театральным обозревателем. То есть это правда. Они нам помогли поступить в ГИТИС. И в 81-м году мы поступили в ГИТИС. 13 человек. Я знаю, что вы одним из первых пришли тогда в студию в университете. Прошло 10 лет. Скажите, чем для вас были эти 10 лет? Что изменилось за эти 10 лет? Мы узнали больше в театре, больше чисто профессионально. Но главное, наверное, мы изменились чисто человечески. Изменилось наше отношение к жизни. Изменились многие наши понятия о жизни. Вот, например, такие понятия, как работа, как мое дело. Для кого-то работа – это вот он пришел, отработал, ушел. Для кого-то эта работа – это жизнь его. Когда я занимался театром в студии Теплякова, я работал в некой конторе такой. Она называлась «Центр научно-технической информации и пропаганды». Я должен был заниматься пропагандой. Я писал там в газеты какие-то эти, на радио там. А это время такое было. Перестройка, гласность. И в Нальчике выходила такая газета «Версия». Я стал писать вот в эту самую версию, всякие материалы из Москвы, присылал. Тогда это было тяжело. И надо было встать рано-рано-рано, поехать в Быково, поискать там среди пассажиров Нальчикского рейса, знакомые лица. Если найти, не найти, там подойти кому-то, передать ему там пакет с этим материалом, сказать вот это вот туда-туда, взять у него телефон, потом позвонить. Потом, когда мы вернулись в Нальчик, меня позвали в газету «Северный Кавказ». Я там проработал до 98-го года, с 92-го. Я там за это время был в Абхазии на войне, в Чечню ездил. Вот здесь писал про всякие политические, не политические. А с 98-го года я в газете «Юга» работаю и сейчас работаю. В 95-м году в Нальчике снимался фильм «Дорога на край жизни». Это о депортации балкарского народа. Я там играл роль капитана Скляра, командира, начальника эшелона, в котором вывозили определенные группы балканцев. И меня тогда удивило некоторые моменты. Где-то в районе 5-го микрорайона там есть железнодорожные пути. Там снимали момент, когда их вагоны загружали. Три вагона стояло, люди, команда и пошли. В принципе, этих женщин, там стариков. Никто не видел общий план. Но вот как только им говорили, пошли, эти бабушки начинали подниматься и начинали плакать сразу, прям в голос. Хотя им никто не говорил. Вы убили ее! Ненавижу вас всех! Тихо, красавица, тихо! Тут и без тебя тошнит. В чем дело, лейтенант? В этом вагоне женщина померла. Необходимо немедленно снять ее с поезда и оформить документы. Какие документы? Завернем в тряпицу, положим на снежок, до утра ничего не случится. А утром похоронная команда подберет и куда положено, определит. Я вижу, вам даже весело, лейтенант. Да бросьте вы, капитан, чтобы идти лучше к себе. Я тут без вас справлюсь. Когда мне было лет 15, моему дедушке подарили книгу. Она называлась «Из боя в бой». Это написал Жуков Юрий, рурналист известный. Он писал, в частности, об этой пьесе Беккета. Вот сюжет этой пьесы. Просто человек всю жизнь записывал на магнитофон свои мысли и так далее. Сегодня он нашел кассету, которую он записывал, в общем, больше 30 лет назад. И он ее слушает. И там вдруг он находит какие-то вещи, что у него как раз была девушка какая-то, которая плыл в лодке. Он пытается уйти от этого, сказать, какой же я был дурак, идиот. Вот это я, вот это я делал. Но он не может от этого уйти. Это очень короткая пьеса. И я взял и добавил туда отрывок из смерти Ивана Ильича Толстого. И еще добавил туда из трех сестер. И еще у самого Беккета есть рассказ «Первая любовь». Это была история для меня, как вот человек опустившийся, пьющий, у которого там в комнате бегают крысы. Но даже вот в таком человеке где-то там живет Бог. Для меня король Лир – это человек, который вот идет к себе как бы. Он начинается с того, что это человек, вот он всемогущий, который считает, что все, любое его слово – это закон. И постепенно встречаясь с реальными жизнями, в том смысле, что он теряет власть, он теряет дочерей, но он приходит к себе. Для меня очень важен вот второй акт, где он больной, там, сумасшедший. Я так работал над этим спектаклем, что, знаете, когда ты ищешь во время репетиции, отдаешь себя, и когда ты вот это как бы найдешь что-то, оно с тобой остается, оно не исчезает. Мне посчастливилось этот же спектакль сыграть в театре Нагоева на родном языке. Это был мой первый спектакль на кабардинском языке. Было сложно, но мне было интересно. Я до сих пор вспоминаю это с удовольствием. Мне жалко, что этот спектакль сейчас пока, по крайней мере, сейчас он не идет. Мою бедняжку давили. Нет, не дыши. Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало. Навек, 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 навек. Для меня это театр, это, я не знаю, это моя жизнь. Единственное, мне обидно, что наш любимый город, не совсем театральный, вот, эстонский режиссер был такой, Кайл Ирт, он говорил, если бы у меня были деньги, я бы вот сделал, чтобы вот в каждом маленьком городке каждую субботу, там, не знаю, воскресенье, на площади в течение, там, часа, не знаю, камерный оркестр играл. Вот я бы тоже так сделал. Весь мир – театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Семь действий в пьесе той. Сперва младенец, ревущий громко на руках у мамки, потом – по аксилу школы. Семь действий в пьесе той. Семь действий в пьесе той. Субтитры подогнал «Симон» 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 Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон»